Ничего не вдохновляет от жесткого техно, которое слушает все вокруг, разболелась голова? Тогда ты попал на правильный канал. Ну а на самом деле в этом видео я покажу вам все. Три новых факта обо мне, новая рубрика Beauty Tips. Это у нас все будет происходить в джакузи. Еще я вам расскажу про топ-3 покупки месяца, которые я сделал в этом месяце. Топ-шоп ТВ. Лучшее ТВ телевидение в мире. Меня зовут Джейсон Бьюти Дроп. И также даже в этом видео вы первыми увидите маленький кусочек моего нового клипа. Мой альбом выходит 1 февраля. Этот клип выходит после премьеры альбома, поэтому самые главные люди в жизни всех музыкантов и артистов, в какими они бы не были, это люди, которые остаются с ними несмотря ни на что. Мой альбом будет называться Босиком по песку. Ну нет, на самом деле он будет называться Пудная программа. Ребят, я хотел сказать, что скоро у меня появится крыша. Ну, чтобы вы знали, просто готовились. Ну, недолго осталось. Надеюсь, если вам понравится это видео, то я буду снимать больше для вас видео, и в Новый год у меня выйдет кавер. Неааа. Когда я ухожу, я как будто собираюсь по частям, потому что я занимаюсь этим, транслирую свою жизнь уже 10 лет. И когда я ухожу, я собираюсь как бы заново по частям. Я собираю информацию, и я могу с вами поделиться, и просто готов потом больше вам отдавать. Поэтому для меня такие паузы, это очень важно. И я понял одну вещь, для чего я вообще живу, если вы меня спросите. То я живу ради, я живу ради удовольствия. Ощущение, драйв, адреналина, концепт жизни, красивых людей. И вообще, в принципе, я живу ради удовольствия. Получить то удовольствие, которое я хочу в кратчайшие сроки. Усладиться этой жизнью. И максимально только это. Именно поэтому я бы хотел завершить этот год максимально толпанулким видео. Три факта новых обо мне, которые я понял за последнее время. Первый факт, это то, что я все время хочу обниматься. Именно вот обниматься. То есть, я самый любвеобильный человек в мире, и меня вообще никогда никто не понимает. Обниматься для меня, это типа лучше, чем секс 100 тысяч раз. Но я понимаю, что никто же не будет обниматься, правильно? Если вы там собрались у кого-нибудь на новоселье, или у кого-нибудь, что все будут обниматься, что ли? Как в Клепика или Минок, что ли, все будут обниматься? Нет, но все равно, что мне хочется, чтобы все заткнулись очень часто. Заткнулись, жать и молчали. Мне тут даже недавно сказали, что я как маленький хомячок. Все время хочу есть, спать и трахаться. Мне недавно мой близкий человек сказал, что я веду себя как... Это второе факт у меня. То, что я веду себя как ребенок. И я задумался сначала, а потом я понял, что это так и есть. Я веду себя как мальчик, ребенок в песочнице, в таком домике, в детском, в игровом. И я вот так же себя веду иногда. Видимо, я не особо много любил изучать историю. Это все вообще, это не моя была в истории. Я не читал ни одной сказки. Может быть, поэтому, из-за того, что я школьную всю эту программу, то, что мне не нравится, я не учил. И, может, поэтому я ничего-то не знаю. Но я вот такой немножко... Ну, туповатенький. Когда я веду себя реально как в Ох уж эти детки. Вот именно вот так же, как эти дети. Когда они там что-то делят или говорят. Третий факт во мне, это то, что я заметил такую тенденцию, то, что люди из других городов не из Москвы. Они прям очень любят пообсуждать за спиной. И для них это реально важно, то, о чем они говорят, то, о чем они обсуждают. Недавно я пообщался с экстра-конченными людьми в своей жизни. И я вот понял один факт такой про себя. Сейчас я вам его скажу. Вот я хотел сказать про себя, то, что мне вообще не важно, что и у кого происходит. Если я общаюсь с одним человеком, и я общаюсь с этим одним человеком, это все остается между нами. И я понял в себе, что для меня это прям вот вообще, это прям вот не моя история. Вот кого-то обсуждать и вот всем что-то говорить. В плане, что я настолько занят собой и своей жизнью, что для меня это не важно абсолютно обсуждать. Я знаю, что мои видео смотрят люди из любого места. Они все необычные. Прикольно, я вас очень сильно обожаю. Именно вот за это. Поэтому мои видео такие люди не смотрят. Я говорю именно просто про, ну, биомассу. Биомассу людей. Люди вот именно из других городов, все, согласитесь, все, то есть любят, да, казалось бы. Почему я выделяю именно людей из других городов, которые приехали в Москву. Я хотел бы это сказать, потому что, ну, вот все любят обсуждать, но у них это прям заложено в крови. То есть это прям очень для них важно. Это настолько странно для меня, потому что, вот, допустим, мои друзья из Москвы, им вообще, они заняты собой, им вообще это для них, это абсолютно, ну, это вообще ненормально. Люди, которые приехали из других городов, не обижайтесь, там, ничего там, но реально, видимо, такое ли воспитание, или такое, ну, общество было бы. То, что реально заложено в крови, вот, обязательно пообсуждать кого-нибудь за спиной. Какими людьми пообщаешься, сам потом два дня хочешь ходить, там, про всех гадостей за спиной говорить. То есть они сами находятся в экстра-гавле и при этом обсуждают других, понимаете? Напишите в комментариях, то есть как вы к этому относитесь. Ну, мои друзья вот из Москвы, они вообще, то есть, такие, ну, они понимают, о чем я говорю. Это же вообще не важно, что там у кого. Знаете, на самом деле весь мир происходит внутри вас, и важно только то, что вы чувствуете. И важно только то, какие вы это сделали вы. Ну, а теперь давайте перейдем к рубрике телемагазин на диване. Переходим к рубрике TV Shop, Top Shop TV. Top Shop TV, лучшая TV телевидение в мире. Все вещи продаются здесь. Ну, а это то, что я купил самые, то есть, топ-3 покупок за... Это, кстати, очень классный фильм на заднем фоне с Netflix. Очень крутой фильм, очень. Я после этого хочу то же самое сделать со своими фанатами, чтобы вы так же типс-типсили. Вот. Первое, что я купил, что радует меня каждый день. Это просто нереально крутая толстовка. Нереально крутого цвета. Вот это просто я, электрический хоумбой. Короче, у нее суперкрутой цвет. Она безумно сильно меня радует. Просто я очень не хочу, чтобы она мне надоела. Это та вещь, которая у меня мега принимает настроение. Просто по цвету, это просто огонь. У меня были планы просто зиму провести в ней и играть в PlayStation. Я прям вот очень не хочу, чтобы она мне надоела. Ну, а вторая вещь, которую я купил, это немножко тоже относится к бьюси. Это вот такой. Вот это вот. Это суперкрутой скраб Origins. В общем, это не просто маска для лица. Это не просто скраб. Когда вы наносите на себя лава скраб, это лава скраб. То есть он нереально крутой. Фирма Origins, очень хорошая фирма. Вы, когда наносите этот скраб, он начинает реально как лава гореть на вашем лице. Когда мне девушка это сказала, я сказала, все, бегом. Мы идем срочно делать этот скраб. Когда наносишь его на лицо, он очень жестко начинает гореть. Ты чувствуешь, как будто у тебя лава стекает по лицу. И он дает очень крутой эффект. То есть у тебя все сходит. Но будьте осторожны, потому что начинаются такие прям эффекты. И мне очень нравится, чтобы во всем был эффект взаимодействия с людьми. Если что-то такое необычное, вы знаете, что я люблю все необычное. И когда скраб, даже с таким приключением, с каким-то адреналичиком, то я вам реально советую, потому что это как бы... Я вам реально говорю, это вещь, которая меня поднимает настроение весь месяц. Ну и третье, это самая моя любимая, сейчас самая любимая вещь. Это наушники. Наконец-то у меня появились Bluetooth наушники. Я из них просто не выхожу. Это очень удобно. У меня не было до этого времени Bluetooth наушников. И я весь месяц хожу в них. И это нереальные наушники фирмы Soul. Еще мне очень сильно нравится, что у тебя неоновая подсветка. Эти лампочки, они горят, пока ты используешь наушники. И ты ходишь, как будто кибербудущее. Я не против того, чтобы вы слушали мой новый альбом через эти наушники, потому что, честно вам скажу, что качество на них сумасшедшее. Наушники Soul розового цвета. Полное время прослушивания на полном заряде 10 часов. Команда инженеров Soul разрабатывала наушники X-Shock. У нас полная звукоизоляция, усиленный бас. Soul X-Shock. Наушники, которые можно слушать в 60 часов. Эти наушники могут пробыть полчаса под водой, если бы ничего не случится. Розовые наушники имеют водостойкость. Они защищают вас от спорта. То есть, когда вы бегаете на бегу дорожки, они от этого защищены. Так что вы полностью обезопасите свои наушники от попадания влаги. Субтитры делал DimaTorzok А также у меня для вас небольшой подарок. Я хочу подарить одному из вас эти наушники, которые придут вам прямо домой. Далее у нас рубрика будет Beauty Team. Всем привет! С вами Джейсон Бьюти Дроп. И сегодня бьюти-советы. Меня зовут Джейсон Бьюти Дроп. И сегодня мы поговорим с вами о красоте. Все, что делает вас сочным. Свежий ягод. Я Джейсон Бьюти Дроп. У меня бриллиантовая карта в Литуале. Начать стоит с этого. Если меня просто представится, то я говорю, что у меня бриллиантовая карта из Литуаль. И вопросы отпадают сами. Меня зовут Джейсон Бьюти Дроп. И первый бьюти-совет, который я вам могу дать. Чтобы быть реально красивым, поговорим о блеске глаз. Блеск глаз. То есть вы либо светитесь, либо нет. У вас либо горят глаза, либо нет. Зажечь я их вам смогу. Но вы должны сами себе ударить. Я Джейсон Бьюти Дроп. В моей жизни произошло много всего. Я получил колоссальный опыт. И теперь я точно знаю то, что вы никогда не будете выглядеть счастливым, если у вас в жизни есть какая-то проблема. Не только нужно правильно питаться. Вы должны избавиться от всего даркнесса в вашей жизни. Это все будет отражаться на ваших глазах. Если вы думаете, что ваши глаза могут гореть счастливым огнем, вот когда видите, как в Скандинавии, знаете, человек вышел, вот, вот, боже, там, вот, б***ь, униждя. Он идет, у него все, как райская кожа, у него. Скорее всего, у человека нет никаких проблем. И в любом случае нашу жизнь ее не обманешь. То есть вы должны вести праведную жизнь. Если вы удалите из своей жизни всю темноту, вы изолируете себя от всех некомфортных и дискомфортных условий, это все отразится на ваших глазах, и вы будете счастливы. По-другому никак. Совет номер два. Смотрите, кто это выступает. Смотрите. Это мальчик. Вот у него еще вот эта вот проблема присутствовала. Смотрите, какие длинно отроченные волосы. Смотрите, я вам объясняю. Бьюти-совет для Панги. Я вам говорю так, Панги. Совет от Джейсона Бьюти Дропа. Здесь вот все надо выбривать обязательно. Вот здесь вот не должно быть... Ну, я, кстати, как бы и Джейсона Бьюти Дропа, но это я как бы вам реально свои советы говорил, если что. Ну, мы поняли же, да? Если вот здесь вот у вас еще волосы растут, и вас декут, то есть у вас форма торпеды такой-то, ва-ла. Форма торпед, такая дымка-торпеда, дыня. Или такой шлем-маска муравьеда, такая. И вот это все, это как такой, ну, кокошник у вас какой-то отрастает. В общем, если вы вот здесь вот вбиваете, то ваша форма головы на бок заложил, чтобы мы были вот формой головы, а вы ее отращиваете. Обратите внимание вот завтра, где вы ниже форму головы у женщин, у некоторых взрослых, у парней. Вот здесь вот бывает такое вот ощущение, ну, собака как будто. Вот вы обратите внимание, что у человека вот здесь вот как бы форма головы, она такая очень странная. Вы будете выглядеть на все 100 баллов. К вам протянуться люди. Выблетая по контуру голова, это всегда беспроигрышный вариант. Именно поэтому эти люди номер один. Джейсон Битидор. С вами был Джейсон Битидор. Ну, а свой самый главный бьюти-секрет. Как накачать скулы дома? Одно эксклюзивное упражнение. Даже если в интернете вы видели какие-то упражнения, это все не то. Эксклюзивная методика. Эксклюзивная технология, которая работает, очень легкая в использовании. Скоро смотрите отдельное видео, как накачать скулы. Джейсон Битидор. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Придумывал его долго. Я не знал, что снять это было очень сложно. Надеюсь, оно вам понравилось. У меня для вас есть нереально крутой конкурс. Я хочу подарить одному из вас вот такие крутые наушники, которые я сегодня вам показывал. Лично мне эти наушники нравятся больше всех остальных Bluetooth наушников. Я считаю, что это очень достойный подарок. И вот правила конкурса. Вообще, кто смотрел все видео на моем канале, кто-то может знает, что у меня на канале есть рубрика Acorn Fridays. Самые любимые поклонники, зрители, фэны записывают мне видео-вопросы. И я на них отвечаю в пятницу. Привет, Ром. Привет, Ром. Привет, Ром. Дабл-хей. Сап-ром. Привет, Ром. Если вы хотите выиграть эти наушники, я лично их вам пришлю и убежусь в том, что победитель получил свой приз. Нужно всего лишь снять мне свой видео-вопрос и отправить мне его на вот эту почту. Автор самого креативного, интересного вопроса, который мне понравится. Лично от меня получит вот эти крутые Bluetooth наушники. Важно, чтобы ваш вопрос был креативный, на нем не было громкой музыки, он был хорошего качества. И чтобы это был один вопрос. Если это видео соберет много пальцев вверх, то я буду снимать лёд чаще видео. И, возможно, уже на следующей неделе будет новый ролик. Результаты конкурса смотрите примерно 15 января на моей странице ВКонтакте. Жду ваши видео-вопросы, и я на них отвечу в своем следующем видео. Просто отправляйте их на эту почту. Если хотите, подписывайте ваши ники в социальных сетях, чтобы к вам добавлялись мои фэны. Мой новый альбом электронной музыки выходит 1 февраля. Я вас всех очень сильно люблю. Для меня это самое важное время в всей жизни, когда я выпискаю этот альбом электронной музыки. Участвуйте, задавайте мне классные видео-вопросы для моего следующего видео. Кусочек моего нового клипа. Субтитры сделал DimaTorzok